Всем привет! Сегодня я хочу вам показать покупки одежды, которые я сделала за последнее время. Эти покупки одежды уже более на осень или на нашу израильскую зиму. Думаю, что для вас, для России, это будет на осень, для нас это более на зиму. А в основном тут есть такие кардиганы, свитера. В общем, такая более верхняя одежда и немножко разных интересных аксессуаров. Так что давайте без много слов мы сразу приступим. Первое. Вот такой свитерок я себе купила, вернее мне его купила бабушка в подарок. Вы, кто смотрел мой, кто вообще следит за мной на канале моих влогов, видели влог, что я была на юге страны у своей бабушки. И в общем мы зашли с ним в магазин, в который я в жизни никогда не захожу, потому что я этот магазин абсолютно не люблю. Кто живет в Израиле, это H&O. Я не люблю этот магазин, никогда туда не захожу, но моя бабушка его любит. И мы решили туда зайти, и мы увидели несколько свитерочков, и она решила купить свитерочек мне и моей маме, потому что я сейчас лечу за границу к маме, и ей захотят купить маме подарок. В общем, мы увидели этот свитерок, и мы купили два свитера таких, то есть вот этот мой, и вот еще один такой же. Купили маме. Он свитерок, который немножечко, как бы, чуть-чуть выше попы. Он такого, я не знаю, как он вам передается, но на самом деле он такой холодно-бордово-винный такой. В общем, обалденный свитер, он мне очень-очень понравился, мне нравится такая расцветка. С черненьким он полный акрилик, но акриль качественный, он греет, потому что акрилик обычно не греет, он греет. Кстати, я немножко сижу по-другому, я не знаю, если вы заметили изменения, вот. В общем, купили мы такой свитерочек, девочки, сейчас он, кто в Израиле, он стоит 100 шекелей, каждый свитерочек стоил 100 шекелей. Второе, что мне бабушка подарила, я вам ставила фотку в инстаграм, мне было интересно, разгадайте вы или нет. В Биршеве есть большой-большой торговый центр, который называется Гранд Каньон, и там просто все-все-все очень много знаменитых марок, как Zara и тому подобное, Gap, Mango и тому подобное. В общем, и самое интересное, что одежда очень отличается от того, что есть у нас на севере. И когда мы с бабушкой там гуляли, она меня, в общем, привела туда показать этот торговый центр, то мы увидели на манекене в Mango свитерок, и бабушка загорела, что и мне такой свитерок нужен. Этот свитерок, он кроп свитер такой. В общем, выглядит он вот таким вот образом, тоже такая красная, знаете, такая рождественская расцветка, как плед такой. В общем, он такой вот, он коротенький, здесь вот есть такие вот молнии по бокам. Под него, соответственно, нужно одевать что-то, какую-то или майку, или футболку, или футболку с длинными рукавами, что-то намного длиннее для того, чтобы был баланс. Он смотрится неплохо, он сделан из 50% шерсти, и стирать его нельзя. Девчонки мне тоже написали в инстаграме, поэтому не знаю, как я буду с ним дружить в этом плане. Но он мне безумно понравился, и он бабушке понравился, и, как говорится, когда дарят подарок, почему не взять? В общем, я согласилась, чтобы мне бабушка его купила. Он стоил, на самом деле, не очень дорого, 130 шекель. Это около 25 евро, если не ошибаюсь, поправьте меня, если ошибаюсь. В общем, такой свитерок, он мне безумно понравился, не знаю, как я буду с ним справляться, но я люблю вот такие вот подарки, когда мне дарят что-то очень неординарное, что, может быть, сама я не по штань купила, а когда вот бабушка предложила, давай тебе такой купим, я, конечно, согласилась, как говорится. В общем, следующее, что я вам покажу, будет два кардиганчика. Я очень давно, на самом деле, ищу, искала себе кардиганы, хотела белый кардиган очень много времени, не могла ничего найти, чтобы мне понравилось. И также я хотела какой-нибудь кардиган более такой темный, более на зиму, но более, чтобы подходил под джинсы, но вместе с тем, чтобы я могла одевать его под куртки. Потому что я сейчас наметила, что во всех магазинах все кардиганы, они из очень плотной вязки, и когда одеваешь под куртку, то ты выглядишь такой весь как надултый, и мне это безумно не нравилось. Вот, и зашла я в один магазин израильский фокс, который я тоже не очень люблю, на самом деле, там такая, знаете, одежда более спортивная, более каждодневная. И увидела кардиган, вот такой вот белый кардиган, он на пуговках, сзади, он, видите, у него немножко другой покрой, нежели спереди. Я его уже носила, и вы уже его видели на мне не раз, по-моему, в видео. В общем, когда я его первый раз увидела, он мне очень понравился, но для фокса он стоил немного дорого. И я его еще два раза заходила, смотрела, и муж мой уже говорит, ну иди ты купи, ты на него все время заходишь и смотришь. Вот, ну тут буквально недавно, где-то недели три назад, я встречала с Олей, и, в общем, когда мы с ней уже разошлись по домам, я шла обратно на станку к машине, и думаю, ну зайду, посмотрю еще раз на этот кардиганчик. В общем, зашла, и, как оказалось, все размеры уже закончились, и только один двойка, что это мой размер остался. Я думаю, ну все, была не была, беру. И там как раз была скидка, покупаешь на 300 шек или платишь 200, вот, и я увидела еще вот этот вот синенький кардиганчик, и думаю, ну все, это точно мое нужно покупать. В общем, значит, купила себе такой. И второй, какой купила, он уже вот такой вот синий, тоже такой вязный, дрябенький немного, как вам показать, вот такой вот дрябенький, он уже простой, его я уже взяла на размер побольше для того, чтобы он был более массивный. Что мне еще понравилось в этих кардиганах, что они сделаны относительно качественно, тут 60% хлопка и 40% акрилика, поэтому он, в принципе, должен греть. В общем, вот такой вот замечательный кардиганчик, его, он темно-синий, у меня, я вам уже сказала, в этом году на темно-синий цвет, это какой-то мой цвет, он мне безумно нравится. В общем, с удовольствием и то, и то уже сто раз одевала, сто раз носила, они смотрятся очень классно. Меня в кибуце пару раз спрашивали, где я их купила. В общем, замечательные кардиганчики, девочки, кто живет в Израиле. Фокси, я не знаю, если белый еще остался, потому что, действительно, я его три раза ходила и последний раз когда зашла, там все размеры уже раскупились, только остался самый маленький, Эско, хотя они относительно большого такого пошива. А вот этих вот есть много разных цветов, серый, красный, черный, коричневый, зеленый, синий, в общем, много разных цветов, они просто обалденные. Единственное, что я немножко пожалела, что на размер больше взяла, потому что из-за того, что тут есть хлопок, он немного сам по себе растягивается, но ничего страшного. В общем, ну, обалденные кардиганчики, я их такие вот уже искала, не совру вам сказать, белый я искала, наверное, года два уже, и не могла ничего найти. Давайте я объясню, почему. Я люблю кардиганы, когда они пошиты обыкновенно, чтобы шов плеча заканчивался в конце плеча. Сейчас в моде именно вот как этот свитер, видите, чтобы пошив заканчивался здесь, где-то посередине, а у кого крупные руки, вот в этом свитере это менее заметно, потому что он рябой. В таких обыкновенных вещах это заметно, потому что эта полоса, она горизонтальная, она вас здесь как бы режет, и тем самым дает, увеличивает это место. В любом месте, в принципе, горизонтальные линии, они увеличивают. Я искала что-то самое классическое, обыкновенное, и когда что-то в моде, в тренде, очень сложно найти что-то классическое и простое. Я, наконец, нашла, и я безумно довольна, потому что, ну, очень мне нравится. Такая простая вещь, но она очень супер. Последнее, что вам из одежки покажу, я купила себе вест, то есть жилетку. Помните, я вам в влоге тоже показывала, мы ходили с Яфр, жали тушканчики, вот. Но я, на самом деле, себе недели так 4 назад купила тушканчика тоже, но вот такого тушканчика, он больше выглядит как овечка, да. Он более под овечку. Я давно себе хотела такого под овечку, а я его заказала на сайте Next, я не знаю, видите, вы не видите, да. Вот на сайте Next, который делает доставку в Израиле, бесплатная доставка свыше 75 шекелей, по-моему, по всему миру там есть доставки. Короче, зайдите, посмотрите, ссылку вам оставлю. В общем, купила себе такой вест, самый обыкновенный. Он не застегивается, он ниже попы, тут есть два кармана, и он сделан под овечку. Конечно, сделано все искусственно, ничего тут натурального нет. Вест этот, конечно, делает девушек намного больше, но мне так давно его хотелось. Я не уверена, что он мне очень сильно подходит, я не уверена, что он мне супернравится, но я так давно его хотела, что я его, когда получила, я на себя в зеркало посмотрела, сказала, мне что-то вау, но вместе с тем решила оставить и не возвращать, потому что, не знаю, как-то все-таки он мне нравится, это его цвет, его это, что он сделан именно как барашек, а не мех, я мех не люблю. Ну да, вот такой вот. И давайте быстренько пройдем по аксессуарам. Так, сейчас мой этот аксессуар будет весь в собачьих волосах. Извините, если вы видите собачьи волосы, но что поделать, нужно чистить перед тем, как выходить. Итак, я себе купила шляпу. Я вам это тоже показывала в инстаграме. Если вы еще не следите за мной в инстаграме, то пришло время следить. В общем, я купила себе шляпу Forever 21, 100% шерсть. И вот она такая, на самом деле, шляпа, с такими длинными полями. А что мне в ней понравилось? В ней нет... Видите, в ней ничего нигде не прошито. На самом деле, мне ее Оля выбрала. Она увидела, говорит, а ну, одень. Когда я одела, она говорит, хорошо тебе, бери. В общем, я ее взяла. В общем, она нигде не прошита. Видите, она... Я не знаю, как на самом деле она сделана, но она просто кусок шерсти, который сделан из шляпы. То есть, тут нету ни одного шва, и тут только ниточкой так тоненько-тоненько прошито, для того, чтобы знать, где зад. То есть, задняя часть. В общем, шляпа выглядит вот таким вот образом. Мне нравится, на самом деле, что у нее... Во-первых, мне нравится, что она полностью одевается на мою голову, потому что у меня большая голова. У меня голова, обычно по шапкам я беру 59 сантиметров, кто понимает, в головных уборах. То есть, большие размеры. L или Extra Large. А мне понравилось, что ее поля не очень широкие, не больше. Они такие относительно широкие, но относительно не очень. И мне нравится, что у нее цвет такой не черный, а он у нее... Вы, наверное, его видите, как коричневый. Какой на самом деле? Вы знаете, но он такой, как бы, коричневый с красноватым немножко. В общем, да. В общем, такая шляпа. Она стоила по скидке, там какие-то, по-моему, 40 шекель что ли, около 8 евро. Ну, мне она безумно понравилась. И мне понравилось, что она из полной шерсти. И сейчас, когда я плечу, я ее с собой возьму. Буду ходить там в шляпе. Так, теперь немножко украшений. Украшения тоже вам показывала в Инстаграме. На самом деле, я вам все в Инстаграме показываю. Купил я себе вот такое вот украшение. Боже, как долго я его хотела. Я его увидела у Насти, у блогера с Канады у Насти. Я у нее спросила в Инстаграме, где она купила. Она сказала, 4R21. Я пошла у нас. Но у нас, конечно же, я его не нашла. Чему тут удивляться? У нас никогда ничего нету, что есть у всех. Вот, тем более на севере. И тут, когда мы приехали на юг, я зашла с Яфы в этот магазин и увидела украшение 4R21. Я увидела его, и я просто запищала. Потому что я так долго его хотела. Просто с белой футболкой, с джинсиками. Вот эта штука выглядит обалденно. Она просто обалденная. Просто обалденная. Девочкам с холодным цветотипом кожи. Она, девочки, обалденная. Кому интересно, и кто хочет сделать такую сам дома, здесь есть 40 веточек. Таких вот с бисером. Этот бисер синий-фиолетовый. В принципе, как вы его видите, по-моему, такое есть. Так что вы можете это сделать сами дома. Я купила это за 15 шекелей 3 евро. Мне кажется, с количества бисер, что тут есть, выгоднее это купить, нежели делать самому дома. Ну, это лично мое мнение. А может быть, кто-то и дома сам сделает. В общем, это просто обыкновенный бисер. Супер, девочки. Выглядит просто вот супер. Украшения, которые висят. Есть там украшение, которое вот такое длинное, серебряное. В общем, оно у меня уже где-то лет 6. И я никогда не могла найти еще что-то длинное. Я все время даже вас спрашивала тоже на инстаграме, если кто может посоветовать, где купить длинную цепочку. Потому что я везла в Пандоре за чуть меньше, чем 100 евро. И, ну, это, конечно, ненормальная цена. В общем, я всегда ищу что-то просто такого серебряного, длинного. Тоже с футболками или с какими-то платьями. Просто, знаете, что-то, чтобы немножко меня вытянуло. И тут опять Forever 21 пришел мне на помощь. Покажу вам первую, которую купила. Куда я зафинделила? Вот она. В общем, первую, которую купила мы с Олей, когда купили шляпу. Купили вот такую. Вот она вот, висючка такая вот. Просто висючка длинная. Очень интересная, очень простая. Нет никаких ни камушек, ничего. Тут она так вот, она, в принципе, открывается. Видите? И тут есть такой замочек. И только хоп. В общем, супер штука. Я уже не раз носила с удовольствием. Замечательно. Очень мне нравится. И когда сейчас была тоже на юге, то с Яфой мы, опять же, гуляли по этому Forever 21. И когда я купила вот ту цветную, синюю, то я увидела его еще вот такую вот длинную. Тоже простую. Вот. И решила, что я обязана ее купить, потому что у нас на севере я таких не нахожу. У нас на севере, вообще, понимаете, все подбирают. Вот то, кто здесь живет. И все золотое, к сожалению. Те, кто любит серебра и какие-то серебряные штучки, именно бижутерию, ничего не найти. Так что я, конечно же, с удовольствием себе купила такую вот красавицу штуку. И последнее, что я вам сегодня покажу, что я вообще не планировала, на самом деле, покупать. Но я зашла, увидела и подумала, что мне это надо. Купила себе вот такие вот кошелечки. Это фирма Emmanuelle. Кто знает, это израильская фирма. Он из кожи. Там шла скидка на первый 15%, скидка на второй, по-моему, 50%. Я купила два. Почему я их купила? Потому что моя мама вечно теряет кошельки. И для нее маленькие кошельки, это всегда находка. И мне показалось, что ей будет такой кошелек понравиться. Он, конечно же, ей понравился красный. Здесь есть два места для карточек. Моя мама пользуется только такими маленькими кошельками. Тут вот есть замочек сзади. И тут вот есть такой самый большой замочек, что, в принципе, туда, наверное, рассчитано складывать ключи. Не знаю, если она будет туда складывать ключи, но она как раз пользуется сейчас чем-то похожим. И это более такой красивший, что ли. А себе я тоже прикупила вот такой вот фиолетовый. Подходит? Нет, не совсем подходит. Ну да, видите, свитер тоже немножко фиолетовый. Все-таки есть какое-то сочетание. В общем, такой вот фиолетовый. То же самое. Но я, конечно же, ключи сюда складывать не буду. Я эту штуку, например, для ключей сняла. В общем, не знаю. Может быть, даже с ним поеду за границу. Хотя у меня есть маленький кошелечек. Но, может быть, его все-таки возьму с собой. Еще не знаю. В общем, тоже замечательный. В общем, мне понравился. Купила два таких. Два таких мне обошлось чуть больше 100 шекелей. Чуть больше 20 евро. Совсем чуть-чуть. Но они чисто кожаные. И просто замечательные. Еще один кошелечек, кстати, ко мне по дороге. Я его купила на ebay. Потом вам покажу и расскажу. Ну что, вот такие вот были мои зимние покупки. Надеюсь, вам было интересно. А, к сожалению, ссылок я вам ни на что не оставлю. Потому что все покупала в заразских магазинах. И нету онлайн опций. Единственное, на что я вам оставлю ссылку. Это вот на вот этот вот Best. Потому что я его покупала онлайн. Может быть, кому-то будет интересно. Все остальное. Девчонки, идите в магазин, смотрите. И, может быть, вы тоже найдете, если вам что-то понравилось. На сегодня будет все. Мы увидимся очень скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok